А в этом видео мы прокатимся на экскурсионном автобусе по Санкт-Петербургу по Красному маршруту. Кстати, лучше на них билеты брать утром, так как билет действует весь день и вы можете кататься на всех. Также мы рекомендуем вам подписаться на эпизоды путешественников, которые мы все короткие видео вертикальные опубликуем теперь там. По ссылкам можете найти. Пока ждали отправления автобуса, вот увидели фотосессию невесты. А так, в принципе, автобусный экскурсовод будет рассказывать места, которые мы проезжаем. Ну, периодически буду дополнять своими какими-то вставками в паузах. Добро пожаловать на борт нашего даблдекера, крупнейшего мирового оператора экскурсионных двухэтажных автобусов Сити Сайдси. Мы показываем вам мир со второго этажа в сотни городов более 30 странных. Сохраняйте ваш билет. Он дает право на скидку 10% на экскурсии Сити Сайдсиинг в любом другом городе Земли. Наши экскурсии работают по принципу hop on, hop off. Вы можете покинуть автобус и снова сесть в него на любой остановке маршрута неограниченное количество раз в течение срока действия вашего билета. Миссия нашей компании – это ваша безопасность. Категорически запрещено вставать и ходить по автобусу во время движения. В автобусе просим воздержаться от употребления еды и громких разговорств. На протяжении всего маршрута запрещено курение и распитие спиртных напитков. Ну вот как уже говорил, что мы сейчас по красному маршруту едем. А вообще там есть еще зеленый. По нему мы тоже проезжали в другом видео, наверное, уже будет. Есть еще синий маршрут. Но синий маршрут, он после мая начинается. Это на катере по этим, по речкам прогулка. Мы его, к сожалению, в конце марта не застали. А сейчас он про площадь восстания рассказывает. Ее современный вид формировался три века. Важное место на ней занимает Исаакиевский собор. Его возвели в честь небесного покровителя императора Петра I Исаакия Далманского. Это четвертый собор, построенный на этом месте. Он стоит здесь 150 лет. Это собор-рекордсмен. Строился он почти 100 лет. Сначала по проекту Ринальди, затем по проекту Молтеран. Его высота почти 100 метров, а весит он более 300 тысяч тонн. Стоит он на 11 тысячах свай. В нем 150 живописных полотен. А также 300 монументов и барельефов скульптора Ивана Виталия. Его расписывали самые лучшие художники России того времени. Вторую часть площади занимает Синий мост. Мост-рекордсмен. Его ширина почти 100 метров, а длина лишь 30 метров. На краю моста справа стоит гранитный столб с трезубцем. На нем отмечены уровни самых больших наводнений в Петербурге до 4 и более метров высотой. За мостом здание Мариинского дворца с флагами России и Петербурга. Это парламент Санкт-Петербурга. На его фасаде 6 орденов города-героя Ленинграда. Так называли Петербург в 20 веке. Дворец построен в 1845 году по проекту архитектора Штакеншнейдера в стиле эклектики на месте школы прапорщиков, в которой учился знаменитый русский поэт Михаил Лермонтов. Дворец строился для Марии, дочери императора Николая I, как подарок к свадьбе. В центре Исаакиевской площади установлен памятник самому императору Николаю I. Его поставили в 1859 году по окончанию строительства Исаакиевского собора. Конную композицию извояли по модели знаменитого скульптора-самоучки Петра Клотта. Конная скульптура уникальна тем, что имеет всего две ноги опоры. Тайна ее устойчивости скрыта в ногах. Они заполнены металлическими шариками. Право впереди на площадь выходит фасад темно-бордового здания. Это знаменитая гостиница Астория. Ее построили в 1912 году по проекту архитектора Лидваля в стиле модерн. Видно ее срезанный угол. Это сделано специально, чтобы через стену острого угла в здание не проникали злые духи. В 1941 году город блокировали войска Гитлера. При успешном захвате города он планировал поужинать в ресторане-гостинице Астория. После ужина город предполагалось полностью сравнять с землей. За отелем Астория располагается гостиница «Англитер». В ней тайно свел счеты с жизнью русский поэт Сергей Есенин. В своих стихах он воспевал красоту русской природы и любовь к женщинам. До конца тайна самоубийства поэта остается неразгаданной. Мы пересекаем Малую морскую улицу и по Вознесемскому проспекту выезжаем на Адмиралтейский проспект. Выйдя здесь на остановке, можно осмотреть Александровский сад. Он расположен слева. За ним огромный корпус знаменитой верфи крепости главного Адмиралтейства России. Адмиралтейство Петербурга построено по эскизам Петра I в самом начале XVIII века и перестроено по проекту Захарова уже в начале XIX века. Слева в центре Адмиралтейства видна высокая башня. На ней знаменитый символ Петербурга – кораблик «Флюкер». Это образ первого российского военного судна «Орел». Башня с корабликом напоминает о тайном Нептуновом обществе Петра I. Оно было создано за 25 лет до первой масонской ложи в Англии. Участники Нептунова общества реализовывали в России идеи великого отшельника Исаака Ньютона. Петр I встречался с Ньютоном в Лондоне в 1698 году. Спустя всего пять лет им была основана морская столица России – Санкт-Петербург. После закладки первой Петропавловской крепости на Заричьем острове здесь сразу начали строить вторую крепость-верфь для защиты города от нападений с моря и выпуска новых кораблей для флота. У Адмиралтейства быстро разрослась морская слобода. В ней, практически с основания города, жили строители Адмиралтейства и моряки судов, прибывших в Петербург. Обрамляющие это место малую и большую морские улицы можно осмотреть, сделав остановку у Малой морской улицы. Она будет сразу после поворота на Невский проспект. Ну а тут можем немного ускорить. На Невском проспекте. Он является главной магистралью Петербурга. Своё название проспект получил только в 1783 году. Современный вид Невского проспекта создавался в основном во второй половине 19-го и в первой половине 20-го века. Отдельные особняки, дворцы и церкви сохранились с 18-го века. Среди великолепных особняков начала Невского проспекта слева видно пятиэтажное здание. На его фасаде надпись над аркой 1939 и яркая голубая табличка. На табличке надпись гласит «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Это напоминание о героизме жителей Ленинграда во время 876-дневной блокады города фашистскими войсками Германии, Финляндии и 250-й дивизии испанских добровольцев «Азуль». Справа здание розового цвета со скругленным углом и колоннами. Это перестроенный дворец императрицы Елизаветы Петровны. Во дворе дворца, где сейчас фешенебельная гостиница, создавался памятник Петру Великому, известный как «Медный всадник». Слева у моста через мойку, за колоннами первого этажа, располагается знаменитое литературное кафе. В нем русский поэт Пушкин встречался со своим секундантом перед смертельной для него дуэлью с Дантесом. Сразу за мостом справа красивый особняк графа Строганова. Много лет жизни он отдал строительству по указу Павла I знаменитого Казанского собора. Около сквера Казанского собора мы совершим следующую остановку. Выйдя на ней, можно осмотреть и посетить сам знаменитый собор. Он построен в начале XIX века, по указу императрия должен был объединить православную и католическую ветви христианства. В связи с этим к собору планировалось пристроить две большие колоннады с юга и с севера. Построили только северную колоннаду. Ею он и обращен к Невскому проспекту. На фасаде колоннады видна большая лучезарная дельта. Это главный символ масонов. Масоном был архитектор Казанского собора Воронихин и куратор его строительства граф Строганов. Спустя 25 лет после строительства собора, перед колоннадой появились два памятника полководцам, победившим армию Наполеона. Кутузову и Барклаю де Толли. Эти памятники зримо противостоят зданию офиса американской швейной компании «Зингер» на другой стороне проспекта. Оно выполнено сюзором в 1902 году. На здании то ли орел, то ли попугай, распушивший крылья. На фасаде здания – девы валькирии. По древним поверьям они подбирали на небеса воинов, побивших на поле брани. Сейчас в здании офисы и знаменитый дом книги. Там продаются исторические книги на разных языках и очень красивые фотоальпомы о Санкт-Петербурге. Обязательно зайдите. Следующая наша остановка у большого гостиного двора Петербурга. Это огромный четырехугольник со сторонами линии. Он построен в середине XVIII века для торговли товарами, привозимыми из Европы и Азии. С проспекта видна Невская линия гостиного двора. Она называлась Суконная. Линию слева называли Зеркальной. Сейчас это Садовая линия. Справа Перинная линия. Она называлась Большой Суровской. К ней примыкает Ломоносовская линия, называвшаяся Малой Суровской. Суровские линии названы по имени города Сураш в Крыму. Теперь это город Судак. Императоры хотели, чтобы гостиный двор проектировали придворные архитекторы Растрелли или Ринальди. Однако купеческая общественность предпочла проект Валенда Ламота. Императорица Елизавета Петровна вынуждена была уступить общественному мнению гостинодворца. Следующая остановка будет у дворца творчества юных. На пути к ней слева видно серое здание с надписью «Пассаж» наверху и над входом. Это второй исторический торговый центр Невского проспекта. С 1848 года здесь располагались лучшие магазины и кофейни. Были здесь также бильярдные, анатомический музей, музей восковых фигур и различные мастерские. Дальше за Садовой улицей слева легко отличить магазин торгового дома Елисеевых. На его посаде мощные скульптуры богов промышленности, торговли, искусства и науки. В 1903 году здание построили по проекту архитектора Барановского в стиле модем. Более века в магазине Елисеевых продаются свежие устрицы, трюфели, экзотические фрукты, редкие сыры, эксклюзивная кондитерская продукция, лучший вина и ароматный кофе. На втором этаже сейчас театр комедии. На его афише указаны идущие сегодня и в ближайшие дни спектакли. Они доставят вам истинное удовольствие. Для посещения магазинов и театра достаточно выйти на следующей остановке и пройти немного назад к площади. О ее ансамбле мы расскажем чуть позже, когда будем возвращаться по Невскому проспекту. У самой остановки расположен Анничков дворец императорского дома Романовых. У остановки справа Анничков дворец, построенный в 18 веке. В конце 19 века здесь жила семья императора Александра III. Его сын Коля позже стал императором Николаем II. Когда папа и император уходил на работу, дети иногда развлекались тем, что плевали из окна на шляпы прохожих. Побеждал тот, кто больше попадет. Когда об этом узнал Александр III, победителю попало больше всех. В начале 20 века во дворце случился казус при помолвке одного из великих князей. Для подъема в верхние залы гости расположились в обширном лифте. Лифт сломался. Все семейство просидело в нем два часа. Больше семья императора дворец не посещала. За мостом справа помпезный розового цвета дворец князей Белосельских-Белозерских. В современном виде он возведен в 1848 году по проекту архитектора Штекеншнейдера. Чуть дальше известный ресторан Палкин. Около него можно сделать остановку и попробовать изысканные блюда русской кухни и послушать живую музыку. Полея по Невскому проспекту справа находится знаменитая улица Рубинштейна. Она неповторима по своей архитектуре. С 1929 года здесь не строилась новых домов. В советское время улицу переименовали в честь выдающегося композитора Антона Рубинштейна. Главной заслугой Рубинштейна является основание им первой в России консерватории. Сегодня улица Рубинштейна главная ресторанная улица в Петербурге. А возможно и в России. Здесь расположено 40 домов и более 50 кафе, баров и ресторанов на любой сус. Количество великих и знаменитых людей, проживавших на этой улице, поражало. В свое время здесь жила поэтесса Ольга Бергольц, писатель Сергей Доблатов, актриса Алиса Фрэнк. Теперь ознакомимся с формированием облика Невского проспекта далее по маршруту. Сразу после основания Санкт-Петербурга Петр I щедрой рукой раздавал земли своим соратникам в окрестностях новой столицы. Удостоились этой чести и участки, расположенные вдоль реки Фонтанка. В начальный период застройки северной столицы Невский проспект еще не существовал как таковой. И берега рек были единственными ориентирами для определения будущей столицы. В первой половине 19 века сразу за Аничковым мостом шла булыжная моста. На углу Невского и Владимирского проспектов издавна собиралась для найма нападенную работу петербургская беднота, окрестившая это место вшивой бирже. Дома по мере удаления от фонтанки уменьшались в объеме и высоте. В полутемных помещениях первых этажей кое-где были устроены дешевые развлечения, вроде театра марионеток или очень популярных тогда кабинетов восковых фигур. Чем ближе к Знаминской площади, тем чаще попадались деревянные домики, большие дворы и, наконец, в районе нынешней Тушкинской улицы за длинными деревянными заборами тянулись огороды. Более активная застройка главной улицы города началась в девятнадцатом веке. День закладки нового дома становился праздничным днем для хозяина. Обычно это происходило в воскресенье после обеда. У постройки собиралась семья хозяина, священнослужители, приглашенные родные друзья, а также рабочие. В каменной кладке делали углубление. В дальнейшем в него прятали коробочку, куда каждый приглашенный клал монету чеканки того рода. После освещения постройки дьяконом, хозяин приглашал всех на обед. Формирование фасадов домов в стиле строгого классицизма во второй половине девятнадцатого века было не по нраву многим владельцам. Каждый хозяин переделывал дом на свой лад, обустройство происходило в разных стилях по всему Невскому проспекту. Это помогало преодолевать общую монотонность. Здание начало расти с двух этажей до четырех-пяти. Самыми предпочтительными для жилья и, естественно, самыми дорогими становятся квартиры на третьем и четвертом этажах. Объяснение этому увеличение количества транспорта в городе. К концу девятнадцатого века по улицам Петербурга бегло шестьдесят тысяч лошадей. Запахи и звуки гнали петербуржцев из первых этажей наверх. К началу двадцатого века в домах появилось центральное отопление и канализация. Невский проспект всегда содержался в идеальной чистоте и образцовом порядке. Его мыли и чистили не пристанно. Зимой дворники то и дело счищали страдуар и снег, а с наступлением весны быстро его убирают. Летом проспект трижды в день поливали водой, спасая оттуда. Почти ежегодно ремонтировалась мостовая на Невском проспекте. К концу девятнадцатого века она была вымощена торцами до Знаменской площади. Вот такая вот экскурсия на двухэтажном автобусе по центру Санкт-Петербурга. Но это часть экскурсии. Если хотите увидеть продолжение, дальше будет про площадь Восстания и другие достопримечательности, то ставьте лайк и на тысячи лайков мы выпустим продолжение этой экскурсии. Если вы не подписаны, обязательно подпишитесь. Ну а мы пошли готовить для вас новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok